Мы будем сразу говорить о том, по какому делу мы собрались. Я напомню одно место Писания, которое записано 22 главой Елуки. 7 стих. Настал же день опресноков. И далее вы можете сами прочитывать то событие, которое происходило в то древнее время. Чтобы понять приготовление к этому празднику опресноков, это связано с Пасхой, с Анцем, которого заколали. Это связано с тем особым приготовлением, с теми ритуалами, которые преобразно напоминают людям, народу израильску особенно, о том, что они были далеко в Египте, в порабощении, в рабстве. И как Бог их освободил. Здесь повествуется о том, что Иисус послал Петра и Иоанна, чтобы они приготовили Пасху. Марк напоминает, что ученики спросили, где велишь приготовить Пасху. Значит, в дни жизни Иисуса Христа совершалось то, что было заповедано через Моисея, народу израильскому. И очень тщательно соблюдалось. Каждый год они приготовлялись к этому празднику. И заметим то, что здесь по обычаю можно было бы сказать, чтобы назвать Христос, назвал бы имя этого человека, адрес указал, но Иисус поступил почему-то по-другому. Он указал то, чтобы они сделали так необычно. И ученики не знали ни адреса, ни того человека, которого даже сегодня мы не знаем, о том, что произошло то, что человек приготовил горницу. У Иисуса были друзья, которые были в такой неизвестности, но они были готовы пожертвовать. Если понимать ту сторону, в какой ситуации находился Иисус и отношение к Нему всех начальствующих в Израиле, то этот человек рисковал многим. По-видимому, он был богатым, и нужно было сделать то, чтобы приготовить комнату, в которой происходила Пасха, в которой вспоминали те события, которые связаны с народом израильским, освобождение от рабства и благословение, те благословения, которые Господь оставил. Я хочу напомнить те благословения, те, которые Господь сказал в свое время народу израильскому обетование такого рода. 6 стих 6 главы Исход напоминается так. «И так скажи сынам Израилевым, я Господь, первое обетование, выведу вас из-под иго-египтян, второе обетование, избавлю вас от рабства их, третье обетование, спасу вас мышцу и простертую судами великими, четвертое обетование, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш». Слава нашему Богу! И 12 главой Исход напоминается такие слова 27 стихом. «Скажи, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дома ваши избавил, и преклонился народ, и поклонился». Явно было явлено чудо. И во времена Иисуса Христа это напоминание, это последняя Пасха Иисуса Христа на земле вместе с учениками. И Он хотел, чтобы провести эти священные дни вместе со своими учениками. Но Иуда уже договорился, чтобы совершить, найти удобный момент, удобное время, предать Иисуса Христа. По-видимому, это Господь заботился о своих учениках, чтобы все прошло хорошо, чтобы никто не помешал. И Он так повелел, зная, что Иуда уже договорился, взял деньги и искал удобного момента. Но слава Господу! Господь дал нам те обетования, которые, можно сказать, то, что Бог сказал народу своему Израилю. Такие же обетования Он избавил нас от рабства греха. Он дал чудные обетования, Он обратил нас к себе и создал свой народ, и сказал «Я Бог», и мы познали Его, слава нашему Богу. И мы предстанем пред Ним, также поклонимся всей душою, всем сознанием своим, при том, что сделал для нас Господь, чтобы сознание наше пришло, чтобы душа наша радовалась в этом. Потому что, если мы участвуем в этом служении, мы имеем жизнь вечную и никогда не умрем. Если мы достойно участвуем в этом служении, Господь приходит к нам в эту приготовленную внутреннюю горницу, которую мы приготовили, которую мы стремились, потому что жаждем присутствия Господа, чтобы Он в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой наполнен нашу внутренность. И мы будем радоваться в Господе. Предстанем пред Господом на ноги наши, помолимся и призовем Его имя, чтобы Он посетил нас в этом служении. Аминь.